Изобретение американского преподавателя физкультуры Джеймса Нейсмита подарило всему миру динамичный вид спорта – баскетбол, который не оставляет равнодушным никого. В минувшие выходные в детской юношеской спортивной школе «Триумф» состоялась календарная игра открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд «Славянск-на-Кубани-Новороссийск». Кто победил, смотрите далее. Группа поддержки команды наших земляков оказалась самой громкой и эмоциональной. Такая моральная зарядка должна положительно сказаться на успехах славянских баскетболистов в этой непростой, но такой зрелищной игре, говорит самый ярый болельщик Данил Ягосфаров. Игра отличная, наши ведут инициативу. Достойная игра, есть за кого болеть. То есть полностью очень сильно нравится, достойная публика. И только вперёд, только за победой. В состязаниях команда «Славянска-на-Кубани» принимала на домашнем паркете гостей из Новороссийска. Борьба была напряжённой, вперёд выходили то одни, то другие. В первой половине встречи с игроками «Славянска-на-Кубани» гости планомерно наращивали преимущество. Всё решил мощный рывок хозяев на последних 10 минутах матча. К радости болельщиков встреча завершилась победой славянцев 77-67. Андрей Новиков – капитан команды «Славянска-на-Кубани». Также он является старшим тренером отделения баскетбола в «Славянске-на-Кубани». Говорит, победа далась непросто, так как соперники – команда сильная. Был какой-то момент, но не могу назвать переломным. Мы проигрывали уже около 20 очков, нашли в себе силы. Лидеры команды потянули за собой остальных ребят. Сегодня получилось очень интересно. Несмотря на поражение, новороссийцы не расстроились, ведь участие в турнире у них продолжается. А значит, ещё будет возможность отыграться. Виктор Милишенко, капитан команды, признаётся, что приятно было бороться за победу со славянской командой баскетболистов. «Очень хорошая команда Славянска, именно команда сыгранная. Нет ярко выраженных персоналей, но ребята все дружно, друг за друга играют, борются. И они, конечно, этой борьбой сегодня нас поставили в такое положение, что мы стали терять мячи, свои мячи терять. Стали не забивать лёгкие мячи. Поэтому молодцы ребята, поздравляю их с победой». Этот успех обеспечил команде Славянска-на-Кубани возможность выхода в финал. Следующая игра состоится 20 февраля. За победу славянские баскетболисты поборются с командой из Абхазии. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».